Узбекистан может войти в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана по итогам этого года. Дополнительные точки соприкосновения представителям сторон удалось найти на четвертом заседании делового совета двух стран. Бизнес-форум проходит в Нур-Султане. О чем договорились и насколько может вырасти товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном расскажет Ирина Панфилова. Четвертое заседание Казахстанско-Узбекского делового совета. Для одних этот форум возможность увидеться с давними партнерами, для других познакомиться с новыми и заключить взаимовыгодные контракты. То, что создаются такие площадки, такие форумы международные между двумя государствами, согласно межправительственным соглашениям, это дает большие сдвиги, дает большие возможности для предпринимателей, что с Казахстана и что из Узбекистана. В принципе, для этого и создаются форумы, для общения, для решения каких-либо проблем, если они есть. Пока особо я не вижу никаких проблем. Несмотря на влияние пандемии коронавируса на экономику двух стран, отношения между Казахстаном и Узбекистаном развиваются довольно динамично. С начала этого года наторговали более чем на 3 миллиарда долларов. Ожидается, что до конца декабря товарооборот между государствами вырастет еще и достигнет 4 миллиардов. В настоящее время мы в республике Казахстан и в странах Центральной Азии реализуем сеть приграничных индустриально-торгово-логистических хабов, которые будут служить опорными точками единой товаропроводящей системы ЕАЭС и стран Центральной Азии с дальнейшей перспективой расширения. Система включает в себя 24 оптово-распределительных центра и 6 трансграничных торгово-логистических индустриальных хабов. На полях форума планируют заключить несколько новых контрактов от инвестиционных до торгово-экономических. Конкретную сумму, указанную в соглашениях, пока не называют, но уже известно, что речь идет о миллиардах долларов. Бизнес сегодня очень динамичный, готовый развивать взаимную торговлю. И это очень важно в сегодняшних условиях, когда в условиях коронакризиса именно взаимная торговля, трансграничная торговля и особенно торговля с соседями, это самый быстрый способ восстанавливать экономику во время любых кризисов. Сегодня в Казахстане работают порядка 1400 предприятий с участием узбекского капитала. Немало, но потенциал для сотрудничества еще не исчерпан, уверены представители сторон. В планах довести объем двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов. Для решения этой задачи уже подписана совместная программа. Ирина Панфилова, Марат Дихамбаев, Хабар 24. В Турции выбрали новый экспортный бренд продукции. Его переименовали в Турке. Соответствующий указ подписал президент Раджептей Пардаган. Сообщается, что эта мера направлена на повышение узнаваемости турецкой продукции по всему миру. Кроме того, новое название глубже отражает культуру и ценности народа Турции. Данный термин намерено использовать при переписке с зарубежными странами-партнерами. Таким образом, теперь во всех официальных документах республики будет использоваться единый вариант написания. Турки. В Китае завершили подготовку к предстоящей зимней Олимпиаде. Об этом сообщили в Оргкомитете игр. Напомним, Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. После еще две недели продлятся паралимпийские соревнования. Уже с 28 января между странами начнет действовать Олимпийское перемирие. Соответствующую резолюцию приняли в ООН. Сейчас все внимание власти Китая уделено вопросу успешного проведения Олимпиады в условиях пандемии. Какие дополнительные меры ввели в Поднебесной на этом фоне, расскажет Бутагос Саргабаева. Около 3000 спортсменов соберет зимняя Олимпиада в Пекине. В паралимпийских же играх участие примут 736 атлетов. Соревнования будут проходить на 12 объектах в трех пунктах. В Пекине, Янцине, пригородном районе столицы и Джанзякоу, городе соседней провинции. Между ними будут курсировать скоростные поезда, автобусы и такси. Для автомобильного транспорта на дорогах будет выделена специальная полоса. Если спортсмены будут проживать в Олимпийской деревне, то для остальных приготовили около 100 гостиниц. Периметр проведения Олимпиады будет закрыт, чтобы не допускать контактов приезжих с местными жителями. Игры по возможности упростят, оставляют только самые необходимые мероприятия. О том, что иностранцы не смогут воочию увидеть соревнования, власти сообщили еще в конце сентября. Насколько будут доступны спортивные зрелища китайским зрителям, вопрос еще открытый. Если будет возможность, то обязательно поеду. Если соблюдать все меры, то проблем не будет. Наверное, не смогу поехать, потому что очень строго будет с обязательным карантином после игр. Конечно, мне жаль. Все-таки игры проводятся в Китае. Жаль пропускать. В октябре Китай совместно с Международным Олимпийским комитетом разработал противоэпидемический справочник. Вторая его редакция должна выйти в декабре. Как отмечают организаторы, это самый важный документ, направленный на безопасное проведение игр. Внутри периметр проведения Олимпиады спортсмены, зрители и представители СМИ смогут свободно передвигаться. Однако для выхода из зоны предусмотрены специальные процедуры. По выходу из закрытой зоны есть две ситуации. Аккредитованным лицам, приехавшим для участия в играх из-за границы, в течение 48 часов до вылета, оргкомитет Пекинской зимней Олимпиады предоставит услуги ПЦР-тестирования, а также выпишет подтверждение, необходимое для международного перелета. Для тех же, кто после игр остается в Китае, мы организуем централизованный карантин, после которого лицо сможет покинуть закрытый периметр. Период изоляции будет зависеть от локации и работы человека во время соревнований. Оргкомитет Зорга следит за ситуацией с коронавирусом в мире, в том числе в связи с появлением нового штамма. Однако организаторы считают, что противоопедемический справочник максимально предусмотрел все меры предосторожности. Его уже проверили на 2000 спортсменах. На объектах Олимпиады с октября провели 8 тестовых международных соревнований. Патагос Сыргабаева, Владимир Грабарь, Хабар-24, Китай. Омикрон-штамм может стать последним этапом пандемии, а последствия от заболевания будут не такими серьезными. Такое мнение высказал вирусолог профессора Центра имени Гамалея Анатолий Альтштейн. По его словам, новый штамм коронавируса не вызовет всплеска заболеваемости до Нового года. В качестве примера он привел недавний опыт появления дельта-варианта. Тогда новому штамму понадобилось около 6 месяцев на то, чтобы стать доминирующим в ряде стран. Он отметил, что заразность омикрона ученым еще предстоит оценить, но информация о его геноме позволяет спрогнозировать, что инфекция, вызванная им, будет переноситься легче, нежели от других штаммов. В Греции на фоне распространения омикрон-штамма ускорили темпы проведения ревакцинации. Теперь бустерную дозу вакцины жители смогут получить не через полгода, как планировалось ранее, а уже спустя три месяца после второй прививки. По мнению медиков, это поможет защитить население от инфекции в зимний период. Отмечу, ревакцинация в Греции стартовала сегодня. Тем временем регистрация новых случаев ковида в Казахстане продолжает постепенно снижаться. За минувшие сутки 686 новых инфицированных. Больше всего их вывели в столице, Карагандинской и Павлодарской областях. Сейчас лечение получают больше 24 тысяч человек. Из них порядка 5 тысяч находятся в стационарах. 96 казахстанцев в крайне тяжелом состоянии. К другим темам. В Индонезии проснулся вулкан Семеру. Извержение произошло на востоке острова Ява. Шлейф из горячего пара и пепла поднялся на высоту в 12 километров. Масштаб разрушений виден на кадрах, опубликованных в сети. Эвакуировали порядка 100 человек. Информации о жертвах нет. По данным The Shated Press, несколько человек доставлены с ожогами в больнице. По словам очевидцев, вулканическим пеплом накрыло два местных района. На место отправили бригады спасателей. Эвакуация населения продолжается. Все пострадавшие от пожара жители поселка Тункерос получат материальную помощь. А на месте сгоревшего многоквартирного дома построят новый. Об этом сообщили в Экимате Толгарского района. С погорельцами встретился депутат Мажелеса Бахатбек Смагул. Он пообещал людям взять этот вопрос под личный контроль. Напомню, пожар в доме барачного типа произошел вечером 30 ноября. Огонь полностью уничтожил ветхое строение, построенное еще в 50-е годы прошлого века. В итоге без крыши над головой остались 8 семей. В настоящее время все они расселены у родственников. Местные власти обещают построить новый дом в кратчайшие сроки. К счастью, это произошло еще в светлое время. Суток замыкания, возгорания пошло. Было у нас 220 квадратных метров жилое помещение, 8 квартир. 34 человека являются пострадавшими. Из них 18 детей. Социальную помощь со своей стороны мы производим. Далее сейчас мы по линии ЧАЭС, согласно постановлению правительства, заключение как выдаст, а сметят от 5 до 15 тысяч месячных расчетных показателей, если в этот промежуток мы входим. Тогда, в принципе, предварительные сметы есть уже. Это порядка 40 миллионов. Предварительные сметы дали уже на 37-38 миллионов. Будем сейчас рассматривать жителями, отстраивать либо СИП-панелями, либо какие материалы будем использовать. В Шамбулской области сельчане возводят дома для малообеспеченных семей. Деньги на строительство собирают всем аулом. Таким образом, жители возрождают давнюю казахскую традицию АСАР. Подробнее о благотворительной акции в следующем материале. Дин Мухаммед Макгамов рано остался без родителей. Все это время он испытывал проблемы с жильем. И утиться приходилось в этой ветхой постройке. Возможно, так продолжалось бы и дальше, если не односельчане, решившие помочь Димашу. Они собрали деньги, купили стройматериалы и возвели новое жилище. В доме есть и газ, и отопление. Помогали мне всем аулам. И молодежь, и пожилые люди. Это большой подарок в канун праздников. Спасибо, я очень рад. Новый дом гораздо просторнее старого. Тут пять комнат. Есть все условия. Ключи новоселу вручали в торжественной обстановке. Каждый помогал, чем мог. Одни давали деньги, другие помогали в строительстве. Никто не остался в стороне. Благо, успели все сделать до наступления морозов. Осталось доделать детали. Но это не проблема. Это уже 18-й дом в Жамбылском районе, построенный активистами. Еще один возводят в селе Акбулом. Завершить работу обещают в канун Дня независимости. В рамках акции АСАР жильем в регионе планируют обеспечить более 200 нуждающихся семей. Рауль Гавитов, Руслан Баханбекулу, Бахчан Мапаев, Руслана Хатила, Хабар-24, Жамбылская область. В поселке Макат от Ираусской области открылся уникальный памятник Абуздахун Куткен-Ана. Прототипом матери стала местная жительница, которая всю свою жизнь, не теряя надежды, ждала единственного сына, не вернувшегося с фронта. Односельчане, ставшие свидетелями этой трогательной истории, увековечили материнскую любовь в бронзе. Со слов Урака Дингельбаева, Наби Махамбетов был единственным сыном Санда Дингельбай-Хазы. В 1942 году он ушел на фронт. Его мама получила только одно письмо, в котором Наби писал, что попал на Сталинградский фронт. В 1943 году Санда Дингельбай получила похоронку. В ней указывалось, что ее сын пропал без вести, но она не верила этому. Каждый день она ходила на вокзал. В те годы курсировал единственный пассажирский поезд Саренбурга. У нее в руках всегда были сладости, она раздавала их солдатам. В надежде, что ее сын где-то жив. Все 30 лет до последнего дня своей жизни Санда Дингельбай-Хазы приходила на вокзал. Она верила, что ее единственный сын вернется. Ветераны-железнодорожники и сейчас помнят эту женщину. Старый вокзал вмещал только пять человек, остальные стояли на улице. Санда Апай встречала и провожала все поезда, и товарные, и пассажирские. И у всех спрашивала, а вы не видели моего сына? Символично, что четырехметровый памятник, сооруженный на спонсорские средства, установлен перед Макатским вокзалом. Поддерживаемая неугасаемой надеждой на возвращение сына-мать, до конца дней своих приходила именно сюда. И сматривалась в каждый проходящий поезд. Нет семьи, которую бы не затронула война. Кто-то остался без сына, кто-то без отца, а кто-то и всех своих родных потерял. Хоть и прошло много лет, но поиски без вести пропавших продолжаются и в наши дни. Монумент Босдаган Куткенана посвящен не только Санда Дингельбай-Хазы. Это и дань глубокого уважения всем матерям, их большому сердцу, несгибаемой воле, силе духа. Алия Магамбетова, Арстамбек Кенжи, Хабар 24, Атроп. И в завершение погоди. Туман и гололед ожидаются в Казахстане. Сразу в семи регионах страны объявили штормовое предупреждение. 5 декабря с гололедицей могут столкнуться жители Западноказахстанской, Карагандинской, Акмулинской и Кустанайской областей. В последнем регионе возможна и низовая метель. Также во многих областях ожидается усиление ветра. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова